происходит что другой говорит или как проявляется у всех есть это можно брать вот кто был на предыдущем вопросники ваши да и людей на которых вы писали эти вопросники можете взять этого человека и написать мне нужно чтобы он любил меня принимал меня или они меня любили на расстоянии может на и на расстоянии когда для вас эта мысль была прям актуальна то есть когда была вот эта боль и ваши моменте вы можете если вам удобно глаза закрыты если вам удобно глаза открыты вы сами почувствуете эта работа она напоминает медитацию в том смысле что вы находитесь в моменте исследования вы присутствуете ваше тело здесь но ваше внимание да и сознание в стрессовом вашем моменте в том что там происходило когда-то когда для вас эта мысль была актуальна если ваше внимание вы чувствуете плывет вы теряете концентрацию мое предложение вам опять собраться и отпустить все свои мешающие мысли и опять пойти за голосом у нас полтора часа будет исследование попробуйте дойти до конца как бы не был соблазн отказаться от работы попробуйте да это подарите себе эту возможность вот и просто отвечайте ровно следите за моим голосом и ровно отвечаете на то что я спрашиваю не споря с этим вопросом не как-то его анализируя просто отвечаете внутри ищите этот ответ погрузитесь в момент откуда вы смотрите на где вы испытываете эту боль этот стресс от ощущения того что вас как-то не любят не принимают не понимают отталкивают вас отталкивают вас отчуждают может быть отвергают и вы прям испытываете вот это напряжение какое-то внутреннее боль что вас окружает что человек сказал сделал почему у вас возникла эта боль смотрите и в этот момент вам приходит мысль что вам словно нужно чтобы вас это человек сейчас любил принимал понимал мне нужно чтобы он любил меня это правда это правда что вам нужно чтобы он любил вас что без этой любви в данном моменте вы не можете переживать хорошее внутри себя что это то без чего вы не можете быть счастливыми его любовь и здесь ответ да или нет или не знаю если вы ответили да мне нужно чтобы он любил меня еще раз посмотрите на происходящее можете ли вы абсолютно точно знать что это правда что вам необходимо чтобы другой вас любил и принимал вас так таким какие вы есть можете ли вы абсолютно точно знать что это правда для вас что вы в этом нуждаетесь здесь тоже ответ да нет или не знаю и вы можете увидеть что может быть на такое ощущение мне бы хотелось но я не уверен и посмотрите когда в этом моменте того что происходит ум вам говорит словно мне нужно чтобы он любил меня а человек проявляется так как проявляется человек говорит то что говорит делает то что а вы верите в мысль мне нужно чтобы он любил меня что начинает с вами происходить как вы реагируете когда вы верите в эту мысль мне нужно бил меня что происходит с вашим телом посмотрите как ваше тело реагирует на это где вы видите вот это напряжение которое возникает с тем что вы не получаете сейчас желаемое и это могут быть легкие ощущения а может быть наоборот очень сильные напряженные мне нужно чтобы он любил меня а он делает то что делает в этот момент как вы относитесь к другому человеку каким он для вас становится каким вы его видите и возникает словно образ другого какой мне нужно чтобы он любил меня а он меня сейчас отталкивает не принимает закрытый что-то диктует мне давит на меня не любит меня и такой образ может возникнуть как отчужденный он чужой далекий не видит меня закрытый и посмотрите какое чувство возникает к другому когда вы его таки видите как вы к нему относитесь и вы может почувствуете что словно возникает дистанция расстояние между вами и другим то сердце ваших словно закрыто вы переживаете такую разделенность и вот то самое одиночество о котором мы читали и посмотрите как вы реагируете как вы начинаете себя с этим человеком проявлять как вы проявляетесь что вы говорите что вы делаете какая вас мимика в этом момент интонация голоса что вы проявляете может быть вы замолкаете и отчуждаетесь перестаете разговаривать а может быть наоборот начинаете плакать и что-то усиленно доказывать другому оправдываться а может быть вы начинаете злиться и кричать посмотрите какие реакции вас запускаются мне нужно чтобы он любил меня и посмотрите как вы относитесь к себе в этот момент каким вы себя ощущаете на фоне происходящего когда вы нуждаетесь в любви другого а он вам словно ее не дает каким вы себя чувствуете и там тоже может возникать как образ себя образ себя какого-то или какой-то и вот это не нужно чтобы он меня любил а у меня не любит может возникать это ощущение нелюбимости ненужности другому человеку я не нужна такая какая есть я не нужна меня словно не хотят так они теряют интерес ко мне равнодушны я не нужна если я не нужна почему я не нужна и вы можете увидеть как ум сразу вот эту выстраивает цепочку мыслей о себе другой меня не любит я ненужная со мной что-то не так появляется такое сомнение в себе все ли со мной хорошо посмотрите какие картинки будущего у вас возникают в этот момент он меня не любит или она меня не любит они меня не любят какие картинки будущего у вас возникают что самого страшного с вами произойдет если вас этот человек так и не примет не полюбит не даст вам то в чем вы сейчас нуждаетесь что самого страшного с вами случится увидите эту картинку что рисует там вам ум и у каждого может быть какая-то своя история и вы можете увидеть что в этой истории словно рисуется тоже образ вас без этой любви без этой любви других или другого человека кто вы там в этом будущем без любви других и там может появиться что-то такое я одинокий никому не нужный это грустно печально какая-то несчастливая жизнь и это меня пугает может быть может быть у кого-то какие-то другие будут образы вы можете увидеть что вот этот страх не получения любви он словно идет где-то из прошлого когда вы впервые поверили что вас не любят что вами недовольны что вас не хотят такие какие вы есть вы словно не нужны когда впервые у вас родилась эта история о себе когда впервые вы поверили что вам нужна любовь других чтобы чувствовать себя хорошо спокойно уверенно когда впервые появился этот образ недостаточно хорошего для любви я недостаточно хороша чтоб меня любили и может быть поднимутся какие-то картинки может быть из детства какие-то ситуации где как вам казалось вас не приняли за то какими вы есть может быть оттолкнули раскритиковали посмеялись это и во что вы тогда о себе поверили в тот момент посмотрите какие выводы вы сделали о себе о других о мире о том как здесь все устроено это может быть такой детский взгляд но на тот момент он может быть очень искренний для вас потеря любви в значимых вам людей могло появиться вот это ощущение что просто быть собой недостаточно чтобы меня любили я должен стать каким-то чтобы вернуть эту любовь других каким вы должны были стать посмотрите появилась ли какая-то идея история для вас самих какой-то какой-то идеальный образ вас который вы старались показать миру чтобы получить эту любовь или может быть вы наоборот закрылись и словно не давали себя другим любить где была вот эта разделенность да то есть мы либо можем пойти в заслуживание любви либо наоборот словно мстить другим за нелюбовь как бунтовать словно а может быть так получилось что вы словно где-то стали тихими незаметными не слышными не проявленными не проявленными до конца и посмотрите если что-то из этого у вас есть как это повлияло на вашу жизнь как эти стратегии поведения повлияли повлияли на вашу жизнь на ваши выборы на ваши действия пронаблюдайте мне нужно мне нужно чтобы они любили меня как вера в эту мысль определяла ваше поведение и когда вы не получали желаемого как это отражалось на вас во что вы больше начинали верить о себе если у вас идет процесс если вы в исследовании вы это все еще сейчас наблюдаете вы можете увидеть какую цену вы платили в своей жизни за то чтобы верить в эту мысль и стремиться к этой любви других или другого какую цену вы платите может быть и продолжаете платить за это веря что вам нужна любовь другого человека какие вы действия совершаете ради этого вы можете увидеть что какие-то действия вы делаете не совсем исходя из своего желания а словно переступая где-то через себя что-то делаете а что-то не делаете наоборот чтобы сохранить эту любовь других если есть такой эффект возможно да пронаблюдаете эффект словно двойной жизни словно есть какое-то я внутри а есть то что я другим показываю или иногда бывает я не живу словно своей жизнью до конца вот это ощущение словно я не все не в своем пути не в своей жизни возможно это тоже результат веры в эту мысль мне нужна любовь других когда я живу больше словно для других для того чтобы это получить чем живу собой и теперь посмотрите вернитесь опять в тот момент откуда у нас вы начинали делать исследования опять посмотрите на этого человека опять верните фразу которую он говорит все то же самое другой такой какой он есть ничего не меняется кроме одного в этот момент в этот момент в этот момент кем бы вы были если если бы вы не могли верить в мысль не нужна любовь другого человека если бы вы были свободны от этой истории посмотрите и прям плотно почувствуете то же самое та же самая обстановка верните себя прям в ощущениях в тот момент все то же самое вы смотрите на другого и вы словно не способны верить в мысль что вам нужна его любовь посмотрите на это как на эксперимент как если бы это было возможно не нуждаться в любви другого если бы вы были свободны от этой идеи кем бы вы были и здесь может быть вам понадобится немножко времени чтобы почувствовать это как это быть без мысли что мне нужна любовь другого не торопитесь не торопитесь просто прочувствуйте как это и посмотрите если бы это было возможно мы сейчас не пытаемся убедить вас что вы не нуждаетесь в любви других мы сейчас просто экспериментируем а если бы это было возможным переживать этот момент без мысли вы можете увидеть что что то вас как будто отпускает как будто появляется какой то как выдох как расслабление посмотрите ваше тело что бы переживало ваше тело в этот момент если бы ваш ум был ясный чистый условно прозрачный если бы в голове не было ни одной мысли о происходящем как бы ощущала ваше тело себя и вы можете почувствовать что как будто действительно идет какое то отпускание расслабления в теле и смотрите дальше смотрите в себя кто вы в этот момент какой вы каким вы себя переживаете без истории без интерпретации без какой-либо нужды без страха вы просто есть в этом моменте кто вы когда ваше внимание отпускает дело другого человека как к вам относиться и вы словно в своем в своих делах оказываетесь словно в себе что меняется тогда в вас и вы можете начать наблюдать что то кем вы себя сейчас переживаете это что то такое простое легкое тихое ну словно с вами все в порядке ну словно с вами все в порядке уходит какой-то конфликт уходят к себе какие-то претензии ваш ум успокаивается и просто тихо и хорошо такое ощущение спокойной умиротворенной силы как внутренняя целостность появляется и почувствуйте свое чувство к себе здесь свое отношение к себе здесь это может быть что то теплое такое спокойное нежное вам просто с собой хорошо и вам этого сейчас достаточно и вот из этого места если получилось в него погрузиться посмотрите сейчас на другого человека который любви в котором вы нуждались посмотрите на него сейчас просто смотрите без мыслей без интерпретации без оценок просто смотрите на другого глубоко смотрите что видите в другом что другим движет смотрите смотрите кто он кто он и какое чувство у вас к нему возникает когда когда вы смотрите на другого без своих оценок и словно видите то что видите вы может увидите что другой тоже в каких-то своих историях о том что должно происходить другой может быть в ваших делах о том какими вы должны быть чтобы быть более счастливыми или другой на может быть в этот момент как раз нуждается в вашей любви и искренне верит что ему нужно чтобы вы его любили смотрите в это за его словами что там стоит какая потребность за его проявлениями когда вы это видите какие чувства у вас возникают к другому человеку что вы переживаете и может быть вы увидите что какое-то напряжение и разделение которое было оно словно ушло спало и просто есть другой есть вы и больше соединенности какой-то может быть даже сопереживание другому за то как у него сейчас там внутри все волнуется переживается кто другой верит в свои собственные истории и посмотрите сейчас такой тоже эксперимент если бы другой был свободен от собственных мыслей в этот момент как бы он сейчас проявлялся в отношении вас если бы он был свободен от собственных историй о том что должно происходить вокруг как бы он к вам проявлялся и вы можете это увидеть почувствовать и вот сейчас в этом моменте вы можете увидеть что между вами когда уходят все концепции истории остается только любовь тихо спокойно любовь как что-то такое простое чувство соединенности друг с другом посмотрите друг другому в глаза что видите там о чем другое мог бы вам сказать как бы вы могли в этот момент проявить себя если бы вы были свободны от истории что вы нуждаетесь в его любви почувствуйте почувствуйте этот живой импульс что хочется сделать как хочется себя проявить может быть вам захочется просто стоять и смотреть может быть может быть как то поддержать словом может быть просто обнять и вы можете увидеть разницу что происходит то что происходит другой человек такой какой он есть вы на него повлиять не можете на внешние события вы повлиять не можете напрямую когда вы верите в мысль что вам нужна его любовь у вас одна реакция когда вы без этой мысли у вас другая реакция внутри вас и где вы ближе к самим себе посмотрите где вы где вы словно являетесь более собой когда вы верите в свою историю или не верите в нее и вывод который мы здесь можем сделать что проблема не столько в другом сколько в том насколько я верю собственной идее том что мне нужна любовь другого человека и и сейчас давайте сделаем переворот на себя мне нужно чтобы он любил меня мне нужно чтобы я любил себя или я любила себя мне нужно чтобы другой принимал меня такой какая я есть мне нужно чтобы я принимала себя такой какая я есть это про что для вас почему это может быть для вас больше правдой что вы нуждаетесь больше именно в этом не в любви другого а в своей собственной любви по отношению к себе это о чем мне мне нужно чтобы я любила себя в этом моменте найдите три конкретных примера когда вам этой любви как раз не хватало своей собственной внутренней где бы вы могли ее дать себе и почему это может быть для вас правдой например когда другой человек что-то говорит вам да и вы чувствуете себя нелюбимой ненужной если бы в этот момент вы проявили к себе любовь если бы вы вернулись словно в свои дела да мне не хватает моей любви это мне не хватает моего внимания на мне самой в этот момент какое мое дело здесь да мое дело быть собой а дело другого принимать это или не принимать и попробуйте прочувствовать эту фразу она заезжена уже да мне нужно чтобы я любила себя попробуйте увидеть ее более глубоко когда вы свободны от истории к себе о себе о том что с вами что-то не так как если другой человек вами не доволен что тогда остается у вас если вы словно сдаетесь тому факту что кому-то вы можете не нравиться в этом мире у кого-то какие-то свои истории представления об идеальности а вы не вписываетесь в эти стандарты и вот как у Байрон Кейти у нее есть такая фраза мой муж меня может покинуть мои дети меня могут покинуть весь мир меня может покинуть главное чтобы я себя не покидала а это про это если весь мир меня не поддерживает кто остается у вас кто остается у вас самих кроме вас и вы ваш единственный партнер все начинается отсюда когда вы становитесь этим вашим партнером какие слова вы себе можете в этот момент произнести и сказать как вы себя можете поддержать здесь и попробуйте сейчас посмотреть в вашей жизни где вам не хватает вот этой любви и контакта с собой не хватает вот этого внимания на себе где вы еще смотрите на себя глазами других оценками других ожиданиями других где вы еще ищите какое-то подтверждение извне и от этого чувствуете эту боль и одиночество попробуйте просмотреть эти сейчас ситуации если бы вы здесь были абсолютно на своей стороне абсолютно абсолютно словно согласившись с тем кто вы есть поддерживая и принимая это что бы изменилось если бы вы отпустили вообще весь мир посмотрите вот весь мир стоит и он чем-то недоволен какие-то претензии к вам предъявляют что-то хотят от вас но вы тот кто вы есть другими вы быть не можете нравится это другим или нет стойте перед другими вы словно прозрачны нет никаких масок нет никаких искусственных ролей вы тот кем вы являетесь на самом деле не больше не меньше и вы словно отпускаете все свои попытки заслужить эту любовь и что тогда остается смотрите вы словно говорите это я это моя жизнь такая какая она есть мне нужна моя любовь и вот это место такое у каждого сейчас может быть как-то по-своему если вы в процессе если вы в исследовании могут возникнуть неприятные чувства а может быть наоборот вам легко от этого вы испытываете как освобождение если поднимается что-то неприятное вот этот страх показать себя перед другими попробуйте не убегать от этого чувства это то что причиняла вам боль боль от которой вы убегали долгие годы попробуйте остаться в этом и посмотреть если вы свободны от всяких историй о том что вы кому-то чего-то должны доказывать если вы и себе ничего не доказываете и вы просто есть просто проживаете это свою естность и вы можете вот сейчас то что переживается взять с собой дальше когда будут появляться какие-то моменты сложные с другими людьми будет может быть какая-то критика или реакции вспоминайте это место где вы на своей стороне где вы себя поддерживаете где вы даете себе любви да да это так где вы идете в свои дела словно и давайте посмотрим следующий переворот мне нужно чтобы я любил другого это переворот на другого да наша мысль с которой мы заходили мне нужно чтобы он любил меня или она любила меня вернитесь в ваш момент смотрите на другого человека почему для вас чтобы чувствовать себя более счастливым и наполненным вам нужно это больше не его любовь к вам а ваша любовь к другому почему это вас больше наполняет посмотрите может ли это быть большей правдой для вас мне нужна моя любовь к нему мне нужна моя любовь к другим и просто вот затихните в этом перевороте посмотрите о чем это что для вас большей ценностью является когда вас любят или когда вы любите на самом деле для вас что большая правда мне нужно чтобы я любила их и вы можете увидеть что любить вас или не любить это дело другого человека справляется он с этой задачей или нет это тоже его дело и вы на это абсолютно не можете повлиять сколько бы вы с этим не спорили или не старались это изменить все равно происходит то что происходит пока вы не сдадитесь этому факту реальности но любить другого это ваше дело и даже если другой вас не любит явно это выражает любить его или не любить это ваше дело и посмотрите где вам с собою словно приятнее быть когда вы любящие открытые или когда вы закрытые в разделенности с другим где вы больше являетесь собою настоящими и вы можете вспомнить тот момент когда вы стояли в безмыслии смотрели на другого что вы переживали какие чувства у вас поднимались и это были ваши чувства мне нужно чтобы я любила другого и вы можете увидеть что что быть любящими это ваше естественное состояние это то что вас делает собой это то что вас делает присутствующими в моменте свободными от страха и нужды и посмотрите как это проявляется вовне ваша любовь к другому и что вам ничего ну словно не требуется условий чтобы это происходило это как просто есть как данность как бы это в вас проявлялось если бы вы отпустили себя в эту любовь если бы позволили ей раскрыться посмотрите в вашей жизненных ситуациях где вам еще может быть не хватает вот этой любви к другим мне нужно чтобы я любил других где ваше сердце еще закрыто в отношении каких-то людей или их проявлений пересмотрите свои жизненные ситуации мне нужно чтобы я любил других и вы можете увидеть что это немножко отличается от того когда мы хотим проявлять любовь к другим чтобы получить любовь в ответ мы все знаем что наша доброжелательность вызывает ответный доброжелательный отклик и это нужда в любви других посмотрите как если бы вы проявляли эту любовь словно ничего от другого не ожидая не требуя отпуская другого в его собственный выбор любить вас или нет что бы это изменило в вас как бы вы жили если бы вы вообще со всеми людьми взаимодействовали именно так и третий переворот у нас мне не нужна любовь другого вы верили да мы заходили в исследование с мыслью мне нужна любовь другого посмотрите мне не нужна любовь другого или любовь других может это быть больше правдой для вас посмотрите почему и может быть сейчас на данном этапе исследования для вас это уже будет очевидным что вам достаточно самих себя это всегда было это есть так оно и будет и чтобы переживать свою целостность соединенность с собой контакт с собой для этого не нужно никаких внешних условий и даже любовь других вам не нужна для этого и посмотрите в вашем моменте с которого вы заходили смотрите глубоко мне не нужна любовь другого может это быть больше правдой сейчас для вас ваша свобода этим не определена любит вас другой или нет ваша любовь этим не определена то кем вы являетесь этим не определено любит ли вас другой или нет и это вы можете переживать как свободу мне не нужна любовь другого и в этом я свободен кем бы вы жили как бы вы жили если бы это стало частью вас отсутствие этой нужды посмотрите и может быть вы увидите что наоборот когда вы не нуждаетесь в любви других словно мир обретает другие краски словно все лучшее начинает происходить само собой когда вы отпускаете эту нужду и чтобы чувствовать себя счастливым вы словно и не должны нуждаться в этой любви это вас освобождает и попробуйте даже вот сейчас себя словно просмотреть в этом лагере на фестивале вот вы встанете пойдете вы будете общаться взаимодействовать с другими посмотрите на это из этого переворота мне не нужна любовь другого как бы вы взаимодействовали с другими и вот то с чего мы начинали да пример который приводила Женя когда мы просто являемся собой и просто проявляем то что есть внутри себя как это становится красивым и прекрасным когда мы отпускаем какую-либо какую-либо нужду красота это следствие когда мы хотим быть красивыми чтобы получить любовь красота исчезает в этом парадокс и такой еще переворот я готова я готов я с нетерпением жду когда снова столкнусь с ситуацией когда ко мне не проявляют любовь посмотрите если сейчас у вас внутренняя готовность с этим встретиться может быть даже любопытство и интерес а как я смогу эту ситуацию похожую пройти в следующий раз я готов к тому что меня кто-то будет не принимать я кому-то буду не подходить кто-то будет меня не поддерживать критиковать есть ли у вас сейчас эта сила внутренняя встретиться с этим может быть даже любопытство как это быть собой рядом с другими не нуждаться в их любви не бояться эту любовь потерять сейчас словно опять еще раз вернитесь в свою ситуацию откуда вы начинали смотреть исследования те другие посмотрите что изменилось в вашем восприятии себя происходящего другого человека и вы можете увидеть такое тоже как переворот мне нужно чтобы другой меня не любил да это тоже переворот на противоположное о чем это может быть для вас мне нужно чтобы другой меня не любил пока что как вы поймете что вы еще ну словно зависимы от любви других через какое событие через какие проявления других вы можете увидеть это эту несвободу мне нужно чтобы другой меня не любил о чем это может быть для вас в чем доброта реальности что происходит именно так а не иначе почему реальность в этом добра для вас в чем забота сейчас реальности через этого человека который который проявляет по отношению к вам именно то что проявляет в чем красота этого момента для вас мне нужно чтобы происходило именно так а не иначе почему это большая правда для вас и вы можете увидеть что как раз через это событие происходит ваше внутреннее как приглашение вам еще больше соединиться с самим собой то где вы опирались искали какое-то внешнее подкрепление не получив это это приглашение вам найти этот контакт внутри себя еще больше словно заняться своими собственными делами отпустить мир каждая такая ситуация в вашей жизни она о чем теперь как сейчас это видится когда вас критикуют или не поддерживают или ругают за что-то обвиняют в чем-то это для чего как это видится сейчас и вы можете увидеть что у вас изменилось отношение к проявлениям других если работа получилась что-то изменилось как изменилось ваше отношение к себе посмотрите и мы сейчас заканчиваем да это исследование и попробуйте еще несколько минут посидеть и словно понаблюдать что в вашей жизни сейчас ну словно просит какого-то ответа для вас самих исходя из того что мы понаблюдали проявить любовь к себе проявить любовь к себе это значит сейчас для вас что и прям смотрите ваш внутренний ответ когда вы свободны вы просто себя любите вы просто себя любите это в ходе но это Продолжение следует...